здравствуйте мои дорогие вы на канале аглая марс я очень рада что вы решили зайти ко мне в гости я сегодня немножко такая вот растрепанная в таких непривычных декорациях но дело в том что я заболела к сожалению но решила что пропадать с канала все-таки не надо зрители ждут и тем более сегодня разговор будет о бюджетной парфюмерии вы такие видео очень любите ждете всегда и заодно я вам анонсирую что в ближайшее время будет на канале ближайшее время будет на канале видео о реплики на gucci rush такая очень бюджетная известная реплика очень интересная посравниваем по фантазируем посидим посмеемся в общем то также будет видео про один мой новый шейк от которого я осталась в полном восторге этот шейк на люксовый аромат и также будет видео слепые за тесты моя замечательная подписчица ольга прислал мне просто какие-то невероятные слепые за тесты я если честно до сих пор вообще в осадке в полном мы с ней договорились что эти ароматы я разношу заранее потому что аромат на самом деле очень сложно их очень много их по моему 18 18 ароматов их стоит разносить заранее потому что и возможно видео будет на две части поддельно я пока еще не знаю вот сегодня я их разношиваю ароматы конечно невероятные я уверена что вы будете в восторге от этого слепого за теста и что самое интересное вот эти все ароматы практически все мне понравились в основном там люкс но также там вроде как есть и нишевые ароматы ну то есть зато из будет бомба ждите девчонки ждите я сама с нетерпением жду я вот сейчас разношу меня и ольга так здорово запечатал эти конвертики вообще все так все так хорошо вот как-то так красиво сделано я надеюсь ни у кого не будет сомнений в том что я там ничего заранее не подсмотрю я надеюсь мне смотрят адекватная аудитория просто дело в том что вот это вот сидеть из кондачка называть такие сложные ароматы но это просто будет никому не интересно ни вам не мне хочется подольше послушать как-то подумать поразнашивать потому что вот я вот нанесла вот несколько ароматов и я прямо чувствую как они трансформируются то есть потому что на первом слепом затесте я конечно рубила с плеча какие-то ароматы я могла бы угадать но я рубила с плеча ничего толком не могла там выслушать но в итоге получилось что получил получил неплохо кстати но могло бы лучше да ладно давайте о парфюмерии поговорим в общем-то ароматы все заказала на вайлберри среди них есть одно разочарование но мы его ставим напоследок в общем то вот такой аромат этот не парфюма из серии молекул 21 devil's 1 это реплика на дьявольскую интригу вы знаете что то я в бюджетном сегменте особо то и не встречала реплик на эту дьявольскую интригу и когда увидела что вот в этой новой серии от него парфюм появилась я конечно же не долго думая взяла что я хочу сказать вот такой флакон сотка 300 рублей 3 рубля ведро сотка какой-то такой странный формат то ли рум спрея то ли какого-то знаете как будто бы миста для тела но в общем не знаю честно сказать не очень такой формат ну ладно по аромату вообще сначала я немножко разочаровалась прям разочаровалась конкретно я когда нанесла я вот у меня было полное желание это просто вот вот забросить туда вот в дальний угол шкафа и забыть потому что в начале это мне показалось полной вообще копии аромата от крафт парфюм орчит который на черную орхидею а там очень много гурманики шоколадные я не люблю такое но но там хотя бы есть вот эти вот эти вот пачули интересные и все это как-то как-то удобоварим и лично для меня а здесь был какой-то резкий старт чего мне показалось что это гурманика потом я услышала здесь какие-то ли цитрусы то ли бергамот все какой-то такой ярко чем аромат старте очень ярчит ярчит как-то вот знаете абсолютно неестественно но я писала кстати о нем в телеграм переходите обязательно в мой телеграм там всегда впервые отзывы более может быть какие-то где-то может более подробные где-то на какие-то парфюмки на которые я здесь не рассказываю то есть там много интересной информации проходите присоединяйтесь вот я о нем писала там в процессе разноса скажем так что ну как то вот вы знаете когда он стал усаживаться этот ведь дьявольская интрига на вообще про что она про асмантус я очень люблю асмантус парфюмерия такая нежность я не знаю и я здесь поначалу ничего этого не услышала кашмиран там базе заявлен ничего не услышал но когда он стала вот так вот эти рассеиваться разветриваться он уселся и это прелесть но это прелесть правда и асмантус появился и мой любимый кашмиран что я хочу сказать мне девчонки мои писали лид вообще не похоже у меня есть для дьявольская интрига вообще не похоже девчонки моей заловки есть дьявольская интрига в оригинале и буквально вот на днях я ходила на день рождения к ним к ее сыну ее сын был день рождения и я специально и вот как раз таки я разношу этот день этот аромат и я специально к ней подошла игру слушай дай мне вот эту интриг послушать пожалуйста она мне дала девчонки да похоже это понятное дело что это по верхам это более дешево звучит это как-то вот ну принять и ну ну девочки внутри рубля ведро но в целом и общее сходство есть большое ну правда она есть конечно ревнивицы любительницы оригинального аромата конечно мне напишут как можно это сравнивать да я не то чтобы сравниваю я просто констатирую что это правда похоже особенно когда вот этот аромат усаживается на на коже и становится прям очень похоже красивая смантус красивый кашмиран здесь помню есть апельсиновый цвет так вот если в целом общем на такой сладковатый аромат с очень красивым уходовым аспектом вообще оригинального дьявольская интрига это очень красивый аромат он очень дорогой но я приобретение от ливанта на зиму ну это прям это такой прям один из моих таких любимых ароматов в низшем сегменте я его первый раз все услышал на заловке и просто обомлела от этого османтуса просто обомлела я у нее стала сразу спрашивать что это у тебя такое прошлым летом по моему было вот потрясающая вещь очень хорошо будет сидеть на кашмировых на шерстяных вещах очень хорошо будет сидеть в зимнее время года этот аромат за эту цену это здорово но лично я больше покупать ароматы из этой серии просто не буду потому что меня не устраивает вот этот формат 3 рубля ведро мне не нравится что это практически не стойко моя подписчица юлия в первом слепом за тесте мне присылала аромат вот эту молекулу айлив на юга босс и мы с ней обсуждали вот эти молекулы она мне написала ли да все бы ничего но это не стойко совершенно да и действительно не стойко это где-то на одежде часа два два с половиной на коже это полчаса я могу предположить что при отстаивании он станет покрепче возможно и он у меня наверно постоит до следующей зимы ну или как-то до осени вот так вот я щас не буду им пользоваться тоже сейчас как-то мне вообще не тянет на такие ароматы вот но пока что совершенно не стойко большие такие ароматы покупать не буду но вот этот аромат он звучит очень круто он он звучит не люксово, он звучит нишево, с той оговоркой, что это не стойко совершенно. Но если как бы вот так, вот таким вот. Я просто, я не люблю вот таким вариантом наносить ароматы. Мне это неинтересно. Я не люблю. Я не люблю задыхаться от таких спиртов. Мне не нравится это. Вот. Но само звучание очень-очень достойно. Девчонки, если вы любите дьявольскую интригу или вы давно хотите попробовать, да попробуйте, потому что сходство есть. Сходство есть. Вот. Ну, конечно, никакой оригинал в помине это не заменит. Очень красиво в базе. Вот этот аромат стоит брать ради красивой базы. И что самое интересное, да, вот я хотела сказать. Три копейки цена, но есть раскрытие. Это не линейная вещь, есть раскрытие. Старт такой ерчил как-то странно, но уселся очень круто. Поэтому, в принципе, покупкой довольны. Вот этот аромат я вам могу рекомендовать. Следующий аромат, который я уже буду хвалить, это аромат от Art Parfum из серии Solo Solo Blanc. Вообще, когда я только начинала свою деятельность в Телеграм-канале, я как-то ходила в Улыбку Радуги. И в Улыбке Радуги вот эти вот Solo и вообще Art Parfum, вообще Art Parfum делают неплохие бюджетные ароматы. Крайне бюджетные и очень неплохие. Вот обратите внимание на парфюмерию Art Parfum. Потому что это из такого бюджетного сегмента, мне Art Parfum действительно нравится. Я там увидела вот эти Solo Parfum. Я до этого уже их слушала и своим подписчикам написала о том, что обратите внимание. Вот неплохие вот эти вот Solo, вот эта серия Solo. Неплохая. Там есть такой зеленый аромат, не помню на что реплика. Ну, типа реплика. Потом, значит, розовый говорят, что на ход кутюр Жванши. И, по-моему, есть синий на... Это вроде как флёр-наркотик. Вот. Но я могу ошибаться. Но, по-моему, на флёр-наркотик. И стоил тогда это вот тогда в 600 рублей в Улыбке Радуги. И я еще тогда, по-моему, даже написала, что за 600 рублей это очень достойная вещь. Это стоит этих денег. И на Wildberries я увидела вот этот аромат за 400 рублей. И я не думая положила его в корзину. Не думая, потому что я знала, что для этого аромата 400 рублей это подарок. И что вы думаете? Разобрали, все, нет в наличии. Я оставлю ссылку на него. И поставьте его в отслеживание. Если вы увидите, даже за 500 рублей, за 600 берите. Это хороший аромат. Объем здесь 100 миллилитров. Мне очень нравится оформление флакона. Для кого-то это скучно, но мне нравится. Здесь добротное тяжелое стекло, такая пластиковая крышка, хороший пульверизатор. Флакон сделан очень качественно. По аромату. В карточке Wildberries почему-то написано, что это аромат, ну скажем так, по мотивам Mary Me от Lanvin. Совершенно с этим в корне не согласна. Мне такое ощущение, что это не Art Parfum пишет описание, а что это продавец на Wildberries. Я не знаю. Ну как-то это, ну настолько это не вяжется с этим ароматом. Я знаю аромат Mary Me. Я очень часто к нему подхожу в парфюмерных сетях. Мне нравится флакон, название. Меня как-то все время тянет к этому аромату, но этот аромат для меня было цветочной индульности. Это не свойственно вообще марке Lanvin. Мне нравится марка Lanvin, но вот именно Mary Me это аромат на грани индульности. Он было цветочный на грани индульности. И вот это меня в нем очень отталкивает. Девчонки, у кого есть Mary Me, подтвердите или опровергните, но вот это мои такие вот ощущения. Нет, ни в коем разе это не Mary Me. Кто-то также писал о том, что это реплика на The Secret, The Secret, The Secret, Givenchy тоже не согласна совершенно. Это какой-то отдельный стоящий аромат. Сейчас вам расскажу, про что он. Я не буду зачитывать здесь пирамиды, девчонки. Я не люблю это делать. Если вас этот аромат заинтересует, вы можете пройти в карточку товара, почитать на Вазбрисе. Я оставлю ссылку. И в конце концов, пирамида это вещь крайне субъективная. И что там написано одно, слышишь ты всегда другое. Ну, в общем, я скажу, что слышу здесь я. Надеюсь, что вы мне доверяете. Для меня, здесь, кстати, есть мускус в этом аромате, который я не люблю, но здесь я его принимаю. Нормально. В таком аромате мускус должны были положить. Как бы тут уж нормальный мускус, не душащий такой, нормальный, но он ощущается. Это аромат про цитрусы белой цветы. Это апельсин сочнейший, какой-то лимон. Ну, вот цитрусы, 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 цитрусы. Причем такие сладкие, такие летние. Жасмин, наверное, какой-нибудь апельсиновый цвет положили, какой-нибудь магнолию. И все такое яркое, все такое сочное, все такое жизнерадостное, такой позитив. Я не знаю. Позитив. Это вот аромат из разряда, когда все надоело, вот все настолько надоело, и хочется просто чем-то облиться и поднять себе настроение. Этот аромат очень хорошо подойдет офисным работницам. Ну, вот это что-то такое. Но я не скажу, что он какой-то незаметный, какой-то нет. Это вы знаете, ну, вот я не знаю, это вот так вот его слушаешь, но он как-то звучит, как такой вот хороший такой люкс. Такой вот люкс, знаете, из серии Versace свежаков. Ну, вот такие какие-то люксы, свеже-цитрусовые такие люксы. Такие цитрусово-мускусные люксы. Вот такие. Да классно звучит. Вообще сочный такой, яркий, оптимистичный. По стойкости, ну, стойкость такая, середняковая, на самом деле, середняковая стойкость. Ну, это нормально для таких ароматов. Как бы тут не стоит ждать какой-то убойной стойкости. И всегда обращайте внимание, цена. Девочки, ну, никто вам не положит за 400, за 500 рублей стойкость на весь день. Ну, это практически невозможно, потому что это сырье. Это другое сырье, другая концентрация, да. Это не Турция, не Шейки, не Кляйфенкейра, где там стойкость бронебойная. Ну, как бы, девчонки. И это здорово. Мне такой, например, нравится. Мне, например, вот такой аромат не хочется на себе с утра до ночи ощущать, я вам скажу честно. Вот я ему блилась, как-то получилось заряд, да, настроение на какой-то такой вот на первую половину дня. Ну, и мне достаточно. Зачем мне это на весь день? Я не очень понимаю. В общем, я очень вам рекомендую присмотреться к этому аромату. Я очень вам рекомендую присмотреться в целом к этой серии, и в целом карт парфюм. У них есть довольно неплохая реплика на Ле Пакинзо. И у меня есть видео о бюджетной парфюмерии с рынка, и я там рассказываю про эту реплику. Неплохая действительно реплика. В общем, присмотритесь. Вот это действительно классный аромат на весну, на лето. Вот сейчас как раз у нас с вами март месяц. Вот на лето, на весну ищите бюджетный цитрусовый яркий сочный аромат. Он именно сочный, он такой сочный. Вот это очень неплохой вариант. И то, что меня, к сожалению, разочаровало, этот аромат, ну уж это как-то не пошло дело. В общем, это ковыд эликсир Eau de Parfum. Вообще, вот с этими камнями Neu Parfum, это Neu Parfum, помню, да, делает? С этими камнями Neu Parfum какая-то такая вот история у меня. Все смотрю и на эти камни смотрю. Вроде как-то что-то мне и хочется, и колется. И у Далиманши есть видео, она там у нее, какая-то невероятная коллекция этих камней Neu Parfum. У меня, по-моему, все эти камни есть. И очень все, я все захожу на это видео, все облизываюсь. Есть ковыд обычный, но что-то вот я уже просто понимаю, что вот этот ковыд обычный, это вот прям мимо меня конкретная история, такая, наверное, она мускусно-цветочная, офисная такая скукотища. Потом, значит, тот самый малахит, который у меня есть в ручье, который не подошел никому в моей семье, он лежит, им никто не пользуется. Какой-то там есть шоколад, какой-то ход шоколад, тоже не моя история. Ну, в общем, как-то, вы знаете, на Донну есть какая-то тоже реплика. Ну, что-то все такое какое-то скучное. Вот мне так это все мне неинтересно вообще. А вот этот вот ковыд, во-первых, мне очень понравился вот этот вот дизайн флакона. Они, кстати, сейчас делают прозрачные флаконы, и я очень хотела, чтобы мне пришел именно из непрозрачного стекла. Вот. И слава богу. Потому что, ну, вот этот вот прозрачный стекло флакон, он выглядит совершенно иначе. Вот этот выглядит так здорово. Ну, как-то, ну, не знаю. Мне очень нравятся вот эти вот какие-то дебильные буквы, кривые, косые. Вот мне нравится. Ну, как-то все мне в нем так нравится. И мне так понравилось описание. И мне казалось, что это будет какая-то такая пудровая история в стиле... Ну, об этом, кстати, и блогеры некоторые говорят, что это в стиле Lacoste pour femme, эликсир. Ну, я уж не знаю, что там эликсир. Lacoste pour femme я знаю хорошо. Это один из моих любимых ароматов. И я не думаю, что эликсир как далеко уехал от оригинального этого Lacoste pour femme, да. Но пока что это вообще мимо меня история конкретная. Там что пишут вообще? Что это что-то типа шипрово-белоцветочное, древесно-пудровое. Ну, вот это из того, что я помню, да. Ну, и что слышу здесь я? Это душно очень. Я не знаю. Это прикольно. Ну, вот совсем-совсем ближе к базе. Это хоть как-то немножко отдает вот этой вкусной уходовостью, пудровостью и какой-то отсылкой к Lacoste pour femme. Ну, настолько отдаленно, настолько, настолько, я не знаю, настолько это дешево сделано, вот эта отсылка. Ну, она какая-то вообще никакая. Мне хотелось здесь какой-то обволакивающей пудровости, какой-то обволакивающей кремовости. Здесь этого ничего нет. Здесь старти какие-то совершенно, совершенно какие-то душные. Нет, не душные. Ну, вот понимаете, он какой-то очень... Вот меня даже подташнивает от него, честное слово. Вот я его сейчас слушаю, да. Мне не нравится, как он звучит. Он какой-то слишком яркий, какой-то громогласный. Я даже не знаю, какие вот эпитеты можно к этому аромату подобрать. Ну, я не знаю. Это не звучит как люкс. Это не звучит как какая-то ниша удобоваримая. Но это звучит как какой-то, вот понимаете, ретро с рынка. Я не знаю. Мне не нравится. Мне очень жаль, потому что я не буду им, наверное, пользоваться. Я так его хотела. Я писала своим подписчицам, брать, не брать, девчата, у кого есть. Ну, как-то никто мне не написал, видимо, ни у кого нет. И я решилась, и я очень надеялась, что это будет реально в стиле... В стиле лакос-пурфа. Но я совершенно не в этом стиле. Я не знаю. Ну, я не понимаю, кто говорит, что это похоже. Ну, я не понимаю. Здесь какая-то непонятная... Здесь все какое-то несочетаемое одно с другим. Мне вот это вот на мой вкус, на мой личный вкус, здесь все не сочетается друг с другом. Вот здесь такое ощущение, что понабрали из каких-то разных ароматов известных кучу вот каких-то ингредиентов, вслепую совершенно, как, понимаете, с тростью с белой вот надобрали, все это напихали, размешали, и получился ковод-эликсир. Это некрасиво, это дешево, это как-то слишком ярко, вычурно. Здесь нет никакой интриги, здесь нет никакой загадки, здесь нет никакого красивого раскрытия. Но он, конечно, усаживается. В базе он такой более кремовый запудривается. Ну, ничего здесь цепляющего нет вообще. Вот так вот, вроде вот так вот его слушаешь, ну, какие-то угадываются пудровые цветы, и белые цветы, и вроде и ваниль какая-то такая интересная, не кондитерская угадывается. А вот так вот по раздельности это красивые ингредиенты, но все вместе. Но все вместе какой-то не вообще. Вот какая-то, понимаете, куча мала. Вот намешали кучу всякого вот, всякого, кучу всякой ерунды, и получился вот этот ковод-эликсир. Совершенно, ну, не знаю. Мне очень жаль, потому что мне очень нравится этот флакон. Но я не могу, у меня прям, вот, вы знаете, ну, это вот, я не знаю. Я не буду, я не буду его носить. Вот. И вообще у меня уже поднакопились ароматы, которые, к сожалению, не нашли отклик в моей душе. Как бы я их не разнашивала, мне очень жаль. Ну, в основном это такие, как бы, реплики есть, не шейки, если что. Вот. Я, наверное, возможно, устрою какой-нибудь небольшой конкурс. Если это кому-то будет интересно, соберу какие-то ароматы. Ну, потому что, вы понимаете, вот я сейчас сижу и немножечко ругаю вот этот вот ковод-эликсир, да. Я не хочу петь оды, я не хочу подбирать слова. Ну, зачем? Я хочу о парфюмерии рассказывать искренне. Мне вот не нравится вот эта вот такая вот позиция блогерская, когда, ну, неплохо, ну, может быть, ну, куда-нибудь. Нет, я не хочу. Вот мне это не надо. Вот мне, понимаете, вот если мне вот оно выстреливает, вот я честно говорю, оно выстрелило. Вот. А если это какая-то непонятная куча мала, я не буду давать им никакие шансы. Ну, просто зачем? У меня много ароматов. Ну, я не хочу тратить на это время. Ну, это сделано плохо. Я не знаю, ну, правда. Но для меня это сделано плохо. Это дешево, плохо, плоско звучит. Абсолютно нет никакой загадки и глубины в этом аромате. Я прошу прощения у всех тех, кому этот аромат понравился. Я прошу прощения, потому что, вот я к чему говорю, да, это дело вкуса. Это дело вкуса. Поэтому, возможно, я соберу какие-то ароматы, которые лично у меня не вызвали отклика, да, и, возможно, кому-то их просто пришлю. Устрою какой-то такой небольшой конкурс, и кто-то, возможно, их полюбит, кому-то, возможно, они понравятся, потому что, ну, снимают же люди, говорят же хорошо про этот аромат. Но это не я, к сожалению, это не я. Сотка тоже, флакон потрясающий. Ну, в общем-то, не зашел. За всем прощаюсь. Так вот получилось видео. Мои дорогие, очень рада, что все-таки решила выйти на связь. Я не буду заниматься сегодня никаким монтажом, потому что я еще немножко такая слабшая после болезни, но пропадать нельзя. Вы ждете, я знаю. Вот, обязательно ставьте лайк этому видео, поддерживайте меня, девочки. Мне это очень важно, потому что видео, по которым вы ставите лайки, видео, на которых есть хорошие просмотры, они продвигаются. И для меня это очень важно. Мне очень важно, чтобы мой канал как-то развивался, потому что, повторюсь, я не имею с этого абсолютно никакого заработка, но мне очень хочется, чтобы моя деятельность, она как-то вот, ну, чтобы как можно больше людей узнавало о хорошей бюджетной парфюмерии. Надеюсь, вы понимаете, да, о какой мотивации я говорю. И, конечно же, переходите в телеграм-канал, мы там с вами общаемся. Обожаю всех своих подписчиц. Присоединяйтесь, у нас весело. И если, кстати говоря, если заходите в мой телеграм-канал, у нас там есть чат переговорное. Вот когда заходите, просто нажимаете на мой вот этот канал, да, Аглая Марс, и там будет чат. Вот нажимаете чат переговорное. Там все мы, все общаемся, абсолютно на любые темы. Можете про свою парфюмерию как-то рассказывать, что-то еще. В общем, право голоса у всех. Очень интересное общение. Присоединяйтесь. Прощаюсь с вами, мои дорогие. Я вам желаю крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя, потому что мы все свалились всей семьей. Ну, так бывает. Ничего страшного. Люблю вас. Целую, мои дорогие. Хорошего вам вечера. Пока-пока.